приветствую вас дорогие зрители у микрофона григорий продолжаем играть замечательную игру the long dark компании winter mute и сейчас нахожусь в одинокой топе и мы прошлой серии как раз провели некоторое время по-моему если не ошибаюсь я нахожусь сейчас так вот кидайте на культуке не пойму где я нахожусь честно говоря так починить ружье ищи так лагерь браконьеров так начали отсюда пришел значит вот тут где-то я сейчас нахожусь или вот тут где-то ну в общем я решил пойти как-то по сейчас покажу по какой стране по этой стране да вот видите здесь какая-то старая ферма семьи спенсов и вот туда я хотел добраться так что у нас там температура температура падает что у нас с инвентарем инвентарь у нас сколько там 27 из 30 ну ладно сейчас я подниму и вроде уж будет нет еще перегруза нет но в принципе очень холодно я прошла просто прошлой серии еще упала в воду и вымерз так а теперь а теперь пытаюсь придумать что мне делать дальше принципе часто меня нет проблем по моему со здоровьем что по загляну на да все вроде нормально ничто не промокшие вот и нужно мне идти вот в ту в том направлении насколько я понимаю но с другой стороны учитывая что у меня очень много веса конечно можно было бы и наверное уже дойти до лагеря контрабандистов ведь он не так далеко тут находится сейчас мы прикинем хотя везде тут тоже в обход надо идти наверное да он вот там вот только не факт что до туда доберусь потому что попробовать можно в конце концов и тогда нет нет хрупкий лед нет нет друзья здесь вариантов мало мне нужно вот туда пройти я думаю сразу пойду лучше к этой ферме потому что так будет наверное надежней иначе я просто здесь опять день провалюсь и у меня не будет возможности подсохнуть и вот а так вообще конечно дует воды кстати да воды надо и спить воды обязательно да и спить сейчас мы попробуем не знаю трагоз еще вот в принципе можем немножко попитаться даже так ну что ж вроде пока ничего так и вот вот эта скала я кстати около нее ты где-то и провалился потому что решил вдоль нее пройти вот этой вот прямо которая у меня по курсу а там оказалось прямо у самой скалы этот тонкий лед тонкий лед вот напрямик не удалось так встану где-нибудь здесь прячу сейчас да попил немножко воды что у нас есть у меня кстати есть приготовленная даже оленина вот не будем ее носить с собой особо основана портится вот а вот тут съесть ее попить самое оно да это самое оно будет то есть тем самым я еще сейчас освободил немного веса но возможно кстати прихватить немножко веток потому что кстати возможно у меня их и нету с собой здесь вот срубил кленовое деревце для стрел у нас используется вот а сейчас наверное вот куда то вот в то направлении куда ветер дует как раз он мне попутный и это здорово потому что я могу тем самым сэкономить на силах вот тут вот где то я провалился потому что думал пройду вдоль стеночки как бы но нет не удалось ну что поделать пришлось тогда возвращаться назад так ну надеюсь что в этот раз у меня получится и здесь где нибудь будет переход хоть какой то на ту сторону да отлично хорошо хоть здесь не тонкий лед так чуть зайти не могу ну ну шрагоста собрать который прям под носом это обязательно надо ну а чё его бросать то в конце концов так ладно ух ты ничего себе рюкзак прям по дороге в темноте я нашел крекеры хорошо кто-то оставил здесь рюкзак и я его взял конечно в тем олень два оленя два оленя конечно в темноте очень плохо тут обследовать что-то ну как в темноте она уже немножко светает но недостаточно так только под ногами что-то видно периодически не сильно да тут два оленя бегают но так посмотрим наверняка здесь какая-нибудь пещера найдется я вот думаю должно же быть здесь что-то в принципе сюда только вот через эту воду и попадешь так вот пока ничего не видно так грибы собирать не буду и думаю у меня их просто полно уже все пойдем пойдем лучше а то я все время попадаю на то что периодически собираю эти грибы да рассвет занялся занялся рассвет и это здорово кстати вот смотрите наверх какой-то подъем есть так еще олени бегают интересно это переход что ли ну вряд ли может переход на ту сторону но чуть я сомневаюсь что оттуда сюда можем пройти поднимусь посмотрю да вес конечно у меня большой достаточно там на пределе вот я слушайте здесь правда какой-то какая-то местность есть видимо плато какое-то так а тут что яма 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 туда я не пройду а нет по моему пройду странно ну там ничего нету да там ничего нету вот здесь еще что-то может быть но не здорово конечно если исследовать новые территории главное чтобы волков тут не было хотя нет оленей вижу оленей вижу да то есть в принципе здесь еды навалом я особенно учитывая сколько я оленей нашел просто мертвыми уже даже охотиться не пришлось а чем охотиться у меня ничего нет мне только сказали идти ружье сделать да а ну а куда я пойду на эту ферму естественно я оттуда когда дойду а уже не знаю может быть новый эпизод выйдет в конце концов вот у меня есть определенное ощущение что конечно тем кто играл в эту игру до выхода эпизодов трудно ну не знаю просто идти куда то там вот просто говорят иди туда ну че за бред здесь никто так не играл никогда вот поэтому конечно же идешь сразу обследовать а я тем более вот в этих местах вообще не был никогда естественно мне охота пойти посмотреть о смотрите тут вон че молодая береза есть это кстати вот дам для этого для крафта оружие типа луков ну стрелы в основном да стрелы из этого будем делать так что-то тяжеловато все становится да и температурка у нас кстати падает нет 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 так вид на топ ничего себе новое место над эти конечно ботинки лыжные дурацкие которые весят как чугунный мост так обыскать рюкзак отличный рюкзак арахис так потрепну шерстяная рубашка да вид у нас на топе отсюда открывается отличный просто феерический рассвет надо сказать и вот я думаю что вполне можно наверное здесь сжечь эти дрова которые я только что нашел да вот она вся топе как на ладони где-то ферма ферма даже не видно отсюда шикарный вид и надо где-то на подождите олень чё себе ну вот сейчас мы и сделаем себе то что надо отдохнем здесь как раз так где этот где эти дрова заодно мы сейчас а тут вот что да тут прям огромное дерево которым можно отдохнуть так ничего страшного сейчас мы рядом с олень с оленем этим сделаем наверное себе костер нормальный такой главное чтобы успокойся так вылечено о ничего себе изменилась температура что ли ну в любом случае для разделки раздел да ладно чё прикалываетесь не меня все время поражало здесь то что наш этот герой во-первых не учится разведению костров хотя может быть на открытой местности конечно шанс меньше вот ну в любом случае в отличии от обычного выживания здесь нет у нас этого навыка а вот обучение этому навыку надеюсь что сейчас он разведет ну печаль печаль так последняя спичка этой партии а главное ведь труд у меня не прокачивается разведение костров значит я буду всегда только с помощью трута разжигать ну класс так ну слушайте может быть сейчас еще вот клен у нас по-моему да вода и кленовое деревце так что тут камушек а может быть у нас нет температура все-таки падает ладно давайте отогреемся потому что нечего тут сидеть хотел я кстати подожди а в нем что-нибудь есть вообще растерзанное тут же замороженный 91% давайте отогреемся тогда да уж вот а потом вон чтобы у меня труд остался а у меня да початок рогозу это полно у меня этого трута но сейчас наверное может быть разожжет потому что там вероятно ветер мог задувать конечно друзья если бы я знал бы что этот ну как сказать ну скажем так эта компания лондарк такая ну как сказать не интересная ну она мало интересной прямо скажем для меня лично вот вот и я бы наверное не стал конечно не играть но надо же довести до конца хотя бы эти два сезона один сезон мы прошли сейчас второй вот закончим и не знаю наверное можно будет там и в другой поиграть но честно говоря конечно я большего ожидал причем это настолько пиарил пиарили настолько это отдохнем заодно настолько пиарили эту сезон эту одиночную компанию что конечно ну скажем так несколько разочаровывает ситуация с ней не она неплохая но не то конечно что как рассказывали там какой то фантастический сценарий там что то это конечно достаточно простой обычный сценарий съем вот это дело не буду и шкуру собирать нафиг они не нужны в таком количестве здесь сушить негде ничего тут короче говоря негде использовать это все давайте-ка здесь встанем просто поесть так оленина готовить будут силы зато хотя бы хорошее укрытие так с души банка персика во что я себе приготовлю и лучше будет или нет что это таскать что это таскать так посмотрим что у нас там за еда давайте-ка наверное через это меню так горячее съесть 100 грамм мяса ну вот нормально нормально и запить кстати подожди а может быть лучше здесь пока час 14 у нас осталось соберу-ка я пару литров воды а то что-то вода заканчивается уже как раз полдень будет вскипятить воду 2 литра конечно разработчикам надо поработать над сценарием не знаю получают они же наверное получают там отзывы всякие от этих дел от своих разработок ну вовремя конечно я решил пойти обратно когда начался снегопад ладно в принципе мне нужно держаться кромки воды тогда все нормально будет говорит слишком много у него вещей все равно хворост нужно иметь какой-то в запасе на всякий пожарный да из этой одежды конечно одежда очень сильная нас тяготит к земле да ну да вообще честно говоря не понимаю что он так много тут таскает всего и главное что он конечно должен был бы наверное не знаю прокачиваться что ли хоть как-то ладно этого наверно хватит шиповник да куда мне это все собирать даже не нужно по факту оказывается потому что тут выживание неполноценное оказалось ну да ноги все равно отмерзают пойду олень шугану интересно от волка тут можно спрятаться на этом дереве класс классная вещь так сейчас главное дойти нам до этой фермы потому что в принципе меня больше даже интересует то что же находится за пределами этой одинокой топе вот там вообще я даже не знаю что что да что вы олени бегаете как парализованные какие-то непонятно куда бежите вообще в принципе я могу пока подъедать свою еду которую я с собой таскаю да немножко метет снегом ну что поделать так может что то увидим не кроме этого бородатого лишайника ничего а вот по моему что то я вижу что типа пещеры что ли как раз тут оттуда снег меня метет да что то типа пещеры какой то что ли что усталость так накапливается конечно очень быстро ну давай давай дружок я чуть-чуть еще осталось то до пещеры дойти надеюсь что это не шахта о отлично хорош такая пещера уголь что ли да смотрите сколько здесь угля обалдеть угольная пещера так а странно что ее не отметили мне это же тоже какая то локация так пойдем дальше тогда ничего особенного тут пока не вижу ну а что тут в одинокой топе я удивлен что здесь вообще ферма какая то есть как она тут вообще существовала есть тут болот сплошные может они ну это была комариная ферма они комаров разводили конечно это вот может более реалистично быть чем какая то еще ферма сейчас сейчас я в основном смотрю где тут может быть пещерка очередная но вряд ли рядом будет две пещеры прям так волчара а нет друзья вон еще одна пещера действительно там волк ходит да туда бы попасть сейчас попробуем под склон зайти может быть он меня не заметит а да у меня же есть пистолет на всякий случай надеюсь он заряжен и дров тут полно живи не хочу в пещере ну давай слушайте вот у меня же там и варежки и все а он пистолет держит голыми руками кстати да в таких варежках там рукавицах фиг бы он выстрелил да волк вроде как бы ушел немного и это меня спасает ну в том плане что я смогу теперь нормально туда дойти нет он возвращается ну ладно придется его шугать наверное этим выстрелом ооо ничего себе вот это вообще круто ээээ не попал ну ладно растяжение лодыжки класс так ну у меня вроде есть там средства сейчас посмотрим так когда большой перегруз мы часто растягиваем лодыжки слушайте вот я только сказал что пещера второй тут нет а вот вам нате вторая пещера прям рядом так ладно посмотрим что у нас с ногами ооо тут еще у нас и намокшая и все ну да снег этот падает странно почему отсюда то нельзя так чай коричневая банка нет здесь и стакан коричневый холодная отлично может немножко посохнуть да не я думаю дойдем до следующего места не он вон ходит недалеко ушел он волчара то да да ты че издеваешься или это другой уже то есть пока я в него не попаду он тут так и будет за мной шляться иди погуляй я я мирный так друзья здесь скорее всего проблема у нас почему потому что я наверное тут не перейду наверняка тонкий лед отлично так ну наверно наверх я наверно тоже не поднимусь в компании с волком тут оставаться на не очень бы мне хотелось смотрите к ней можно подняться заодно осмотримся может быть здесь как то можно мне будет а а то то нормально нормально да это мне повезло а вот и ферма судя по всему да да смотри руки то у него не мерзнут холодный пистолет держать на морозе что у нас там температура нормально мы просто это немножко правда цареваем на тебя заберу конечно че что то говорить то так ну смотрите ка дома вроде разрушены я надеялся что здесь смогу провести какое то время но теперь как то улетучиваются сомнения а найдено новое место положение бараки а это не то это суть по всему не не то что я подумал это не ферма какие то бараки и что здесь в этих бараках есть ну в принципе наверное если что то и есть то только надо искать вокруг домов на полу то есть на земле странный звук был как будто муха какая то пролетела что тут только белые мухи летают я вижу но звук был действительно как будто муха там бжжжжж да топливо в принципе есть я брать не буду нет сюда зайти нельзя жалко да что то там скрипит хрустит не ничего не видно пока видимо здесь одно меня только заинтересовало там вот сверху какой то есть проход как будто бы наверх так друзья ну что я думаю вот давайте на мостик сходим посмотрим иногда на этих мостиках что то бывает вот если я не смогу через него перепрыгнуть там а прыгать здесь вообще не умею ну вот наверное пойдем через верх хотя тоже непонятно что там может быть наверху да кажись тут наверно ничего нет с одной стороны я бы прошел по верху но сейчас мне нужно возвращаться конечно лениво а здесь тоже наверно ничего нету странно что за бараки то ферма какая то непонятно на ошибе какая то все это все это какое то мистическое с привидениями а вот она старая ферма семьи спенсов ну да ферма с привидениями ну такое живописное место конечно ничего не скажешь и мрачное судя по всему слушайте а тут прям как будто человек бомбардировали что ли воронки как будто от бомб какие то причем от тяжелых бомб смотрите действительно наверху что то есть вот наверху точно что то есть вот там подняться можно надо обязательно сходить будет странная ферма я говорю больше похоже на ферму по разведению комаров каких то так а еще тут и дом уничтоженный судя по всему опять мне мешает этот ветер да полно древесины но топить тут есть чем конечно хотя это древесина она еще пойдет может пойти на селки для кроликов подвалов никаких вроде не видно да друзья вот наверх какой то подъем есть сейчас я схожу наверх сразу в общем мне интересно посмотреть что же там потому что непонятно пока да не какой то тайничок припасли так а что это у нас впереди нет ничего наверное давай ну как только я поворачиваю куда мне надо идти сразу же этот ветер туда же оттуда же дуть начинает вот никто не хочет чтобы я сюда поднялся да похоже зря я сюда шел ничего особенного тут не вижу я надеялся здесь какую то пещеру найти чем нибудь интересным но тут я судя по всему найду только тот же самый снег ничем не привлекательный да не вроде как действительно видно на ферму подозрительное местечко обычно таких местах что нибудь ставят ладно дойдем уже до туда ну что в обратную сторону по-любому будет хотя бы мне ветер дуть в спину слушайте посмотрите ничего нет правда да облом усталости еда вода ну это в принципе ладно это я тут наверное если хотя бы тут какое-нибудь укрытие то есть может быть я проведу здесь в конце концов ночь то в крайнем случае так здесь я точно переломаю все ноги поэтому сюда наверное не пойду вот хорошее местечко здесь вот залез туда и сиди пережидай ненастья у меня странная история конечно с этой фермой но честно говоря я пока саму эту историю про нее и не знаю знаю что только тут печь должна быть наверное какая-то для выплавки так вот тут аккуратнее надо немножечко будто слышно волка ящики или что это появляется сена тюки сеном так ну дом разрушенный это понятно что это у нас такое старый механизм какой-то старый дизель уголь так возьмем уголь так опа сохранение давайте здесь уголь выкинем чтобы не таскать его где у нас там топливо да вообще кстати здесь топливо это можно все покидать больно уж выносливость жрет так смотрите действительно вот вот печка ну я знал что просто кузнечный горн потому что говорили что здесь где там было в этом так походные ботинки надо посмотреть может быть они мне лучше подойдут где корабль да в корабле у нас печь и вот вроде это одинокой пустоши вторая печка должна была быть да и вот она тут и есть ой одинокая топь потрепанные да ну их нафиг так что здесь шприц первая по моему обезболивающего обезболивающий пригодится мне так уголь там что-то было рукавицы поношенные рукавицы сверхпрочные рукавицы защищают не только кисти но и предплечь снаружи у них кожа внутри шерсть теплые крепкие для вас самое то интересная вещь ткань возьмем уголь 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 а еще металлический контейнер так кузнечные чертижи несколько старых страниц с описанием предметов которые можно выковать используя кузнечный горн взять тяжелый молот уголь ага все понятно тяжелый молот ну тяжелый молот наверное вряд ли сейчас куда-то упру 2 килограмма хотя он весит ну и он кстати не такой уж тяжелый топор у нас получается чуть легче всего лишь так ладно давайте посмотрим что в выдвижных ящиках проблема здесь больше в том в том что что я тут буду делать еще один тяжелый молот вы издеваетесь так ладно тоже туда пойдет он просто нигде не нужен кроме как здесь поэтому чего удивительного так снарядить не не снарядить хотел я хотел на самом деле заправить чтоб не таскать да фонарик заправим 0.75 отлично подаю редко использую ага и тут есть у нас металлолом так что это здорово это здорово пускай шкафчик хорошая шинель ничего себе так зимний вариант традиционного военного плаща никаких суперсовременных материалов но прочности ей не занимает защитит от нападок окружающей фауны да лом шинель это круто о тут у нас еще набор для шитья еще уголь и газетка да верстак так что нам дали то а мне особо то ничего и не дали по сути по всему а самодельный топор дает самодельный нож неплохо так а это нам нужен кузнечный горн да вот что это нам надо так ну что то мы по моему это спать уже хотим так ладно скину я всякое ненужное мне пока во всяком случае давайте ой у меня еще сырая линия шкура обалдеть таскаю с собой неудивительно здесь конечно бы неплохо было бы не знаю где-то найти местечко пригодное для жилья но че то я подозреваю что ничего нету да чтоб тебя ах перез еще что где то да да ветер усиливается так у меня патронов то кстати сколько один остался один выстрел или ракетница сейчас вот сюда схожу посмотрю что здесь откуда они берутся то вроде не было никого вдруг взялись да какой то сарай тоже еще разрушенный а вот он бежит все был последний туши волка да хэдшот по моему так давайте то разберем вот это хэдшот хоть мясо будет да че то холодновато становится как то посмотрю что в этом доме скорее всего там нет ну что придется здесь как то ночевать наверное да кузнечный горн а че вообще а так есть металлолом кресло палки о что то есть уголь так стоп нет просто заберу уголь туда и там уже можно будет им в случае чего воспользоваться тем более вот есть источники тряпок что ж что ж вы будете делать то так где эта фигня да ладно да ладно вот карампта ладно пойдем лечиться больше всего как всегда обидно за этот за 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 одежду так заражение вылечено че у нас там еще потери крови бинт был у меня по моему бинт к счастью так и можно наверное тогда сразу применить пить холодное кстати питье от него хорошо идет ну кстати вот можно заодно и вот это использовать дело оно все равно толку от него таскать с собой ну да хоть здоровье меня восстановило немного непогода конечно здесь серьезно меня застало и судя по всему мне придется располагаться здесь на ночлег так чё фиг только чё фиг пройдешь то я думаю сарай меня защитит наверное от холода мне мне почему то кажется так тем более там какие то дрова есть это не беда разберемся хотя патронов у меня нет для этого так 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 чё то холодновато совсем становится о подождите а там что на верху ли можешь залезть о точно я чё то сразу не заметил о кровать есть даже ну да здесь нормально нормально здесь можно кстати выложить часть предметов того же например ну что так шкуры эти тоже они в принципе сохнуть конечно не будут но чё их таскать с собой все дерево древесина тоже эти я знаю что очень устал чё ты мне об этом рассказываешь кстати здесь интересно можно поставить костер нет тут наверное нельзя да костер тут поставить нельзя наверху но зато тут есть ящики топлива укрывает от ветра и это самое главное кстати жалко вот эту штуку нельзя разломать да и тут ничего не сохнет доска если доску сломает уже залезть сюда не смогу да и надо здесь уголь выкинуть ну что же вот в принципе жив пока да хотя порой кажется что не очень так что у нас там температура спрячусь я слушайте а здесь даже холодно даже тут наверху так а ну печка печка не знаю печку по моему надо очень сильно топить для того чтобы она хорошо хорошо грела а вот например тот же самый костер наверное ну можно и печь в конце концов в печи так хворост вон разожжем огонь в печи может быть будет нормально от печи жарить и жарить и к да что то здесь получше как то вроде разгорается и это меня радует так отлично да нет подожди печь попробуем согреться здесь так от нее тепло вроде пошло да уголь сразу конечно не подбросишь но но все лучше чем ничего где то по моему доски были вот доска еще есть из доски хорошо силки делать ну что поделаешь тут когда холодно так ну что же здесь получается что мне нужно наверное немножко согреться и ложиться спать потому что вариантов тут не очень много так 4 часа 16 минут ну вот хотя бы часок я точно могу прикорнуть правда во время у нас а он уже ночь да вот так что наверное но с другой стороны то зачем я его растопил да согреемся потому что мало ли ночью будет холодно вроде постепенно поднимается температура да 26 27 градусов так а уголь по моему подложить можно только через какое то время да подкинуть минут до добавления угля 7 ну да надо ее раскочегарить сначала зато она потом уже хорошо совсем поднимет его температуру так ну не знаю не знаю что мне делать потому что я бы с одной стороны так секундочку а мне же по моему журнал так задание найти ремонтную площадку железной дороги проперетесь в мастерскую так это я так понимаю ведь наверное не тут да получается мастерская должна быть в другом месте а здесь я могу только изготавливать материалы ну и всякие себе штуки-дрюки похоже на то так что мне надо дальше будет идти я в общем зря тут особо обрадовался что нашел это место ладно в любом случае друзья давайте я тогда ложусь спать наверное чего тут вариантов то мало будем спать часов 8 так нет стоп сначала я попью как всегда да поспим отдохнем а дальше уже продолжим в следующей серии часов 8 9 ну да вот 8 9 ну что ж всего вам хорошего это был лондарк с вами был григорий до новых встреч пока